Снег в помощь! Долгожданная влага напитала поля Ставрополья. Поможет ли она урожаю 2021 года и что кроме природы помогает сельскому хозяйству края расти и развиваться? Об этом сегодня в прямом эфире поговорим с начальником отдела государственной поддержки сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства Ставрополя Евгением Гриченко. Евгений Григорьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Григорьевич, ну прежде чем мы начнем нашу с вами беседу, предлагаю напомнить телефон нашего прямого эфира 333-020, код города Ставрополя 8652. Мы ждем ваших звонков по телефону. Тема будущего урожая одна из важнейших в информационной повестке нашего края и она не осталась без внимания и на первой в наступившем году прямой линии губернатора Ставрополя Владимира Владимирова. После сильной засухи прошлого года были опасения, что ситуация с отсутствием влаги повторится, но февральские снегопады исправляют положение со зимами. Владимиров подчеркнул, что кроме зерна нужно развивать и другие аграрные направления. Есть, как всегда, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный план. Краткосрочный план, конечно же, увеличить страхование. Практически в три раза увеличили страхование. Сегодня планируем на момент, на середину апреля, выйти миллион гектар застрахованных площадей. У нас 2 миллиона 100 тысяч гектар находятся под пашней. То есть практически 50%. На это в три раза больше денег выделили, где-то около 800 миллионов мы только на одно страхование будем направлять. И уже сегодня есть люди, которые заинтересованы. Среднесрочный план, конечно, развитие орошения. В этом году беспрецедентно опять поддерживаем. Планируем около 14 тысяч, а планируем еще больше. На самом деле 475 миллионов уже направили на это направление. Будут заявки и дальше будем по орошению работать. Ну и долгосрочный план, это тоже, чем мы всегда занимаемся. То есть потихоньку мы, я всегда говорю, чтобы никто не воспринимал мои слова тут буквально, но зерновой клин нам потихоньку нужно замещать. Садоводы обязательно, виноградари обязательно, овощи закрытого грунта обязательно. Дополнительные культуры, как, например, хлопок обязательно. Потому что это определенная гарантия под диверсицидерный сбор урожая, получение стабильного финансового потока. Основные векторы развития губернатор уже обозначил Евгений Григорьевич, но пойдем обо всем по порядку. Полуметровые сугробы по-прежнему сковывают движение во многих дворах нашего города и края, однако, я думаю, аграрии снегу рады. Почему и действительно ли он поможет исправить ситуацию с озимами, которая до снегопадов была неутешительной, мягко говоря? Да, все верно. Все мы с вами знаем, в каких жестких условиях проходил осенний сев, то есть закладка будущего урожая. Это практически полное отсутствие влаги в некоторых наших территориях. И сегодняшний снег, выпавший на территории Ставропольского края, он как бы вселяет большие надежды на то, Мэклин получит необходимое развитие, потому что получит сейчас достаточное количество осадков. И мы войдем в 2021 год с достаточным урожаем. Евгений Григорьевич, я предлагаю нашу с вами беседу в связи со спецификой. Мы говорим о очень объемной теме, теме государственной поддержки сельского хозяйства в нашем аграрном крае. Разделить по блокам и эти блоки предлагаю поделить вам. Итак, самые главные направления сельского хозяйства Ставрополья и самые главные программы, которые помогают нашему сельскому хозяйству развиваться. Какие они и на чем можем сконцентрировать наше внимание особо остро? Традиционно мы работаем в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и такой же программы, которая утверждена правительством Ставропольского края. Также это указы президента о развитии экспортного потенциала, который предусматривает собой федеральные проекты развития экспорта и региональный проект развития сельской кооперации и поддержка фермеров. То есть, грубо говоря, если разделить поддержку по подотраслям, она традиционно включает в себя растеневодческие и животноводческие направления, а также поддержка мелиорации. На растеневодство в 2021 году бюджетом края предусмотрено свыше 1 миллиарда рублей, на поддержку животноводства по различным направлениям предусмотрено порядка 700 миллионов рублей, поддержка мелиорации 450 миллионов рублей, ну и другие направления поддержки. И растеневодство, и животноводство – это отрасли сельского хозяйства, знакомые Ставрополью исторически. И тут тоже начнем, коль уж заговорили о зимах и о севе, который был проблемным, и вот мы надеемся, что снег поможет ситуацию выправить. Предлагаю как раз-таки эту тему сделать первой в нашем обсуждении. Итак, растеневодство в 2020-2021 годах. Какие именно госпрограммы направлены на развитие этой отрасли и какие показатели уже удалось достичь? В первую очередь в растеневодстве, да, это самая популярная, скажем так, мера поддержки наших растеневодов, те, кто занимаются выращиванием зерновых, зернобобовых, пропашных культур. Это поддержка, ну так называемая, погектарная, то есть министерство выплачивает сельхозтоваропроизводителям некую субсидию на один гектар посевной площади. Кроме того, мы работаем второй год по новому направлению поддержки. В этом году, кстати, по нему сумма будет кратно увеличена. То есть это поддержка производства масличных культур. Это рапс, соя и сегодня, в 2021 году, еще добавляется сюда подсолнечник. Сумма по этому направлению составит порядка 140 миллионов рублей. То есть это достаточно действенная поддержка. Заключаться она будет в чем? На одну тонну произведенной реализованной продукции государством будет выплачиваться субсидия. Также в поддержку растеневодства входит садоводство, как вы знаете, виноградарство. На садоводство у нас тоже сосредоточены серьезные средства. Это порядка там практически полумиллиарда рублей. Свыше 50 миллионов рублей на поддержку виноградарства. Это на закладку, на уходные работы. Ну и другие направления поддержки. Виноградарство тоже историческое. Ставропольское ремесло, которое было, к сожалению, забыто в какой-то момент истории. Сейчас возрождается с новой силой. И еще один важный аспект, который хотел бы обсудить, это поддержка личных подсобных хозяйств, то, в чем наш край является пионером в масштабах всей страны в принципе. И краевые программы здесь были, скажем, новшеством и образцом для федерации. Итак, поддержка личных подсобных хозяйств, 2020-2021 год, что ключевого можно сказать? Мы единственный регион в стране, который оказывает поддержку личным подсобным хозяйствам. Поддержка эта связана с закладкой сада суперинтенсивного типа на территории своего приусадебного участка. То есть государство дает 400 тысяч рублей при наличии небольшой собственной суммы, порядка 26 тысяч рублей. И получатель, это физическое лицо, личное подсобное хозяйство осуществляет на своем участке закладку сада суперинтенсивного типа. Мы проработали в этом направлении три года, то есть это была как экспериментальная программа. Сейчас в этом году было заседание правительства по этому вопросу, эксперимент признан состоявшимся. И эта программа будет действовать и в дальнейшем. То есть в этом году, так же как и в прежние годы, по этому мероприятию предусмотрено 80 миллионов рублей. И опять-таки мы проговорили про достаточно серьезные суммы, интересно, как стать их получателем. Что необходимо знать руководителю КФХ условно или же инициативному гражданину Ставрополя, который хочет, допустим, свой суперинтенсивный сад заиметь у себя на участке. Куда обращаться и какова форма вообще обращения? Ну если мы говорим о личном подсобном хозяйстве, то есть гражданин обращается в территории, в которой он живет, в районном центре, в управлении сельского хозяйства, который осуществляет именно функции по выдаче этого гранта. Необходимо иметь в собственности зарегистрированный земельный участок, требуемый площади. Соответственно, по постановлению правительства, которое утверждает порядок предоставления этой субсидии, собрать необходимый пакет документов и предоставить его на конкурсный отбор в установленные сроки. Но в самом деле, как бы, процедура, она несложна нисколько. И несложная процедура дозвониться к нам в прямой эфир, что, собственно, и сделал один из телезрителей. Здравствуйте, добрый вечер, как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Виктор, звоню вам из Зеленокунска. Интересует программа поддержки фермеров. Я вот хочу открыть крестьянско-фермерское хозяйство, заниматься тепличными овощами, но переживаю насчет финансов. На что могу рассчитывать я? Спасибо за вопрос. В рамках вашего вопроса, что хочу пояснить. То есть, есть возможность получить грант, как начинающий фермер, так называемый агростартап. Грант подразумевает сумму порядка до 3 миллионов рублей по стоимости проекта. То есть, 10% от стоимости – это собственные средства фермера или будущего фермера. Он может быть даже физическим лицом, когда будет обращаться на конкурсный отбор. И остальная сумма в размере 90%, то есть, это помощь государству, это субсидия. И в течение двух лет заявитель, тот, который победит в конкурсном отборе, берет на себя обязательства по реализации своего проекта, который он будет заявлять в бизнес-плане. То есть, с конечным выходом на производство определенного объема той или иной продукции. И, кстати, агростартап – популярная мера поддержки в нашем крае? Да, это пользуется очень большим спросом. Вы сказали, Евгений Григорьевич, в разговоре про поддержку личных подсобных хозяйств, о важности органов местного самоуправления на местах, которые так или иначе контактируют с желающими эту поддержку получить. Но я понимаю, представляю себе, что это достаточно трудоемкая задача связать все муниципальные образования нашего края вокруг общей идеи. Расскажите, пожалуйста, о том, как эта работа выстроена. Именно это вертикаль от одного банального интереса и до получения того самого заветного гранта. Да, вот почему мы именно приняли такое решение, когда формировали нормативно-правовую базу именно в части поддержки личных подсобных хозяйств и законам Ставропольского края передали эти полномочия на уровень муниципалитетов, то есть на уровень управления сельского хозяйства в территориях. В любом случае, люди, которые живут на местах, они лучше ориентируются по тем заявителям, которые приходят, по наличии у них в собственности земельных участков. Ну и как бы, если просто сказать, с места всегда лучше видно. Мне, Евгений Григорьевич, очень важен вопрос. Мы о нем вначале вскоре вспомянули. Сейчас предлагаю тему несколько расширить. Поддержки в целом нашего агропроизводства с учетом проблемного 2020 года, года засухи года коронавирусных ограничений, как следствие последствий для рынка сбыта, рынка экспорта, Министерство сельского хозяйства в этой ситуации выступило в какой роли и как помогло нашим агропроизводителям? По итогу 2020 года бюджет отрасли, то есть средства, которые были направлены на поддержку, они составили порядка 6 миллиардов рублей. Ну то есть очень действенная, серьезная сумма. Пострадавшим нашим сельхозтоваропроизводителям, ну не напрямую, конечно, от коронавируса, а именно от тех неблагоприятных погодных условий, которые сложились в прошлом году, была выплачена серьезная поддержка из федерального бюджета. То есть по тем хозяйствам, у которых произошла полная гибель их посевов, соответственно, они не собрали никакого урожая, было выплачено 340 миллионов рублей из резервного фонда правительства. То есть это как бы достаточно серьезные деньги. И говоря про потери, держим в уме тему агро-страхования, которую предлагаю поднять после того, как услышим еще один вопрос от нашего телезрителя. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Степаненко Павел Петрович. Здравствуйте, Павел Петрович. В чем ваш вопрос? Да-да-да, мой вопрос такой. Я всю жизнь живу на селе, занимаюсь сельскохозяйством, гнистерное хозяйство. Мне сейчас 55 лет. Но я хотел бы чуть расширить свое производство, развести нутрий. И просто хотел спросить, могу ли я рассчитывать, мне сумма небольшая, пределы 50 тысяч, могу ли я рассчитывать на поддержку? Спасибо, Павел Петрович. Я думаю, две ключевые точки. Во-первых, у нас уже разговор о животноводстве, так или иначе намечается. Во-вторых, небольшая сумма поддержки. Итак, что в этой связи можно сказать? Да, отвечая на вопрос Павла Петровича, можем что следующее сказать. В любом случае, человеку нужно стать крестьянско-фермерским хозяйством. Сумма, которую он будет заявлять по агро-стартапу, о котором мы говорили с вами ранее, эта сумма, она на усмотрение заявителя. То есть она может быть и 50, и 100, и 500 тысяч. Поэтому, если он рассматривает вопрос о получении поддержки, то единственное, как бы, не ограничение, а норма такая, которую он должен будет выполнить, это открытие крестьянско-фермерского хозяйства. Сначала регистрируемся, и уже потом растем или начинаем? Потому что, как я понял, здесь речь идет о расширении. Да, мы можем, ну, я как заявитель, как гражданин, могу прийти, как физическое лицо, со своим бизнес-планом на конкурсный отбор. И по итогу отбора, в случае признания моего проекта победителем, да, только после этого у меня будет обязанность открыть крестьянско-фермерское хозяйство. Спасибо вам, Евгений Григорьевич. Спасибо нашим телезрителям, которые задают свои вопросы по теме нашей сегодняшней беседы. Я, тем временем, напомню, телефон нашего прямого эфира 333-020, код города Ставрополь 8652. Мы ждем ваших звонков по теме, а говорим сегодня о мерах государственной поддержки в области сельского хозяйства. И как раз-таки мы заявили эту тему и обещали ее обсудить после звонка. Тема агрострахования, которая в 2020-м обострилась, и когда мы говорим о том, что уже все сгорело, или уже ничего не взошло, и помощь приходит постфактум, есть возможность подстраховаться перед тем, как столкнешься с какой-то проблемой. И поэтому тема агрострахования сейчас в нашем эфире. Евгений Григорьевич, что мы можем сказать об агростраховании в 2020-м и планах на 2021-й год? Да, все верно. Условия прошлого года, да, они как бы, скажем так, разбудили интерес сельхозтоваропроизводителей к агрострахованию. То есть, если мы говорим о цифрах застрахованных озимых площадей по 2020-му году, то есть, те, которые страховались в 2019-м, под урожай 2020-го, площадь озимых культур в крае составляла 206 тысяч гектар. А сегодня мы пришли в 2021 год с застрахованными площадями, там, порядка 550 тысяч рублей. То есть, ну, мы получаем увеличение площади в три раза, и бюджет края также молниеносно отреагировал на повышенный спрос. И в бюджете у нас там свыше 700 миллионов рублей предусмотрено на этот год на субсидирование договоров страхования. Напомню принцип, то есть, 50% договора страхования оплачивает сельхозтоваропроизводитель. Вторую часть этого договора, то есть, 50% оплачивает министерство за сельхозтоваропроизводители. И работа эта идет постоянно, как я понимаю, она скорее просветительская или работа в плане администрирования заключения договора о страховании, правильно? Договора страхования по закону о сельскохозяйственном страховании с господдержкой, они заключаются в течение 15 дней после завершения СЕВА. То есть, они уже сегодня все заключены, оплачены сельхозтоваропроизводителями. И более того, на сегодня мы уже приняли к субсидированию все договора страхования по озимому клину. И к завтрашнему дню уже субсидия порядка 500 миллионов рублей, первый транш будет выплачен. Наш край разделен на 4 зоны работы с культурами. И восток, край традиционно считается зоной особо тяжелой в этой области, в области растениеводства. И поэтому, заговорив о этих зонах, я хотел бы спросить, а есть ли у нас некая карта популярности агрострахования, или же все-таки объединяет она весь край вне зависимости от трудности работы с землей? Да, ваш вопрос, он как бы включает и ответ на этот вопрос. Все правильно вы подметили, то есть те зоны, которые у нас подвержены неблагоприятным природным условиям, природно-климатическим условиям, и недостаток влаги, и зимние какие-то колебания температур, заморозки, вымерзания. Соответственно, большую часть популярности у нас страхования имеет центральная часть края и восточная часть. Однако зима 2020-2021 эту границу снесла. Мы видим, какие сугробы и в Шпаковском районе, и какие переметы, мы помним, были и в Кочубеевском районе за минувшую неделю. Поэтому тема агрострахования, я думаю, для сельхозтоваропроизводителей, которым дорог свой урожей и дороги свои финансы, она по-прежнему остается важной в закладках браузера. По крайней мере, помнят, что в этом нужно знать. Конечно, да. Мы поговорили с вами о страховании азимового клина. Впереди у нас азимый сев, то есть сев наших пропашных культур. Традиционно, как бы, мы будем страховать, наши сельхозтоваропроизводители будут страховать и эти посевы. И так, как бы, прогнозно мы думаем, что выйдем на площадь где-то порядка 200 тысяч гектаров. На этом я предлагаю тему поддержки растениеводства слегка призакрыть и поговорить о животноводстве, которое не менее важную роль в большом агромире нашего края занимает. И основные программы поддержки животноводства Ставрополя сейчас хотел бы попросить вас, Евгений Григорьевич, упомянуть. Так, кого поддерживаем, какими суммами? Хотел бы отметить поддержку наших племенных хозяйств, то есть те, которые составляют племенное ядро нашего поголовья сельхозживотных. Это и коровы, и лошади, и свиньи, и овцы, даже пчелы. То есть племенные у нас тоже имеются. Выплачивается ежегодно на одну племенную голову по ставке субсидия. То есть там достаточно серьезные суммы ежегодно проходят. Затем мы работаем уже третий год тоже по программе субсидирования части затрат, связанных с приобретением племенного поголовья нителей молочной продуктивности. То есть в целях обновления, скажем так, стада нашего краевого молочного и увеличения в конечном итоге производства молока. Там тоже у нас серьезные суммы на этом мероприятии сосредоточены. По итогу прошлого года, если реальные цифры привести, то есть мы просубсидировали 85 тысяч рублей за одну голову приобретенного скота. Был лично свидетелем, снимал свою авторскую программу «Я не местный» в одном из хозяйств нашего края, как раз-таки в поддержку молочного производства. Суммы действительно впечатляют, но и результат тоже заставляет, скажем так, понять, в чем смысл господдержки. В продолжении этой темы, тема молока. То есть мы поддерживаем наших сельхозтоваропроизводителей, которые производят и реализуют молоко на перерабатывающие предприятия. То есть субсидия составляет по итогу прошлого года порядка 3 рублей за 1 килограмм произведенного реализованного молока. Также мы не обходим внимания наших овцеводов, субсидируем часть затрат, связанных с производством и реализацией 1 килограмма шерсти, нашей танкорунной, полутанкорунной шерсти. Меры достаточно богаты. И Евгений Григорьевич, я предлагаю нам сейчас олицетворить все нами сказанное материалом моей коллеги Джамиле Ибрагимовой из Шпаковского муниципального округа, точнее из местного животноуческого хозяйства. Несмотря на то, что за окном зима и доступ к свежей траве закрыт, буренки на этой ферме только и делают, что набирают вес. На таких щах попробуй не поправиться. Меню сытное, полезное. На завтрак каша из измельченного зерна, на обед и ужин солома. Заготовка еды для коров каждый год становится пищей для ума в семье Магомедовых. Прокормить 50 голов буренок – та еще задача. Не каждому по силам. Фермер Магомед, чтобы зимой его питомицы не голодали, корм, как и сани, готовит летом. Ячмень, все это тоже у меня есть. Заготавливаю сам. Вся техника есть. Поля обрабатываем. У меня где-то около 2000 гектаров. Но в прошлом году из-за засухи корм получился не на пятерку. Солома, к примеру, как еда для буренок, уродилась грубоватой, твердой. Коровы здесь галштино-фрисской породы, а значит очень прихотливые и абы какой корм их не устраивает. Но хозяин здешней фермы придумал способ угодить своим капризным питомцам. Он создал вот такую вот чудо-машину. Она превращает твердую солому в очень вкусный и измельченный корм. Как она работает? Покажите. Ну, давайте, могу показать. Ну, он будет что-то пылить. Давай тут запустим его. Такой еды хватает всем буренкам, да и нравится им больше. Сметают мгновенно. Для хозяина тоже есть своя экономическая выгода. Раньше была проблема такая. Мы рулон все назавозили, раздаем. Ну, где-то процентов 30-35 оставалось отходов. Поэтому мы решили в положении выйти вот так. Думаю, лучше давать подробнее. И они съедают полностью, стопроцентно. Ну, а сытые буренки счастья в семье сразу радуют хозяев надоями. Молоко дают хорошее и вкусное. Жена Магомеда Айшат нанялась к мужу дояркой. Помогает. И не только делом. Ну, в общем, стараемся друг другу помогать, поддерживать. Если физически не могу, ну, хоть морально питаюсь. Семья открыла агробизнес несколько лет назад. И дело пошло очень быстро, слаженно. И это у них, видимо, в крови. Ведь и отец Магомеда передовик труда, животновод со стажем. Да и дети тоже заинтересованные растут. Дети могут у меня свободно подойти. Подоить не бояться. Просится, подойду, помогу. Молочную продукцию с их фермой мгновенно скупают местные жители. И даже забирают на завод. Встать на ноги Магомедовым помог грант от Краевого Минсельхоза. Такая помощь от государства очень нужна сегодня нашим аграриям. Поэтому те, кто мечтает о своем агробизнесе, за поддержкой неизменно обращаются в ведомство. Существующие меры поддержки позволяют КФХ улучшить качество производимой продукции, увеличить ее объемы, наладить переработку, приобрести оборудование, технику. К слову, за добросовестный труд фермер Магомед получил грамоту от главы Шпаковского округа. И бонусом каждый день признание от своих односельчан. И это только подтверждает, все, что он делал и делает, было не зря. Спасибо коллегам. Прекрасные коровки, прекрасное, мне кажется, личное подсобное хозяйство, которое перерастает уже в сферу бизнеса. Евгений Григорьевич, к сожалению, буквально полтора минуты нам в эфире осталось провести. И в завершении хотел бы подвести некие итоги и планы на год уже наступившие. Итак, самые главные опорные точки деятельности вашего подразделения и Министерства сельского хозяйства в целом в наступившее время. Приоритеты, они известны, да, мы с вами о них слышали. Это те приоритеты, которые обозначил губернатор нашего края Владимир Владимиров. Это развитие садоводства, виноградарства, мелиорация, молоко. Спасибо, Евгений Григорьевич. Напомню, в прямом эфире о поддержке агропроизвителей Ставрополья. Сегодня мы говорили с начальником отдела государственной поддержки сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства Ставрополья Евгением Грищенко. Берегите себя и своих близких и оставайтесь на своем. Продолжение следует...